ЖКХ остается лидером по числу жалоб. Об этом сегодня сообщил губернатор области на заседании региональной думы. Именно поэтому теперь вопросами этой сферы будет заниматься отдельное министерство. В Риотове на ремонт дорог в этом году потратили почти 100 миллионов рублей в списке отремонтированных десятки улиц и дворов. Маргарита Семенчукова проверяла. Местные автомобилисты уже давно ждут ремонта этой дороги. И, наконец, свершилось. Вчера был снят асфальт на одном из участков, а в скором времени установят ливневую канализацию. Администрация и Центр строй все-таки договорились о ремонте проспекта Мира за счет инвестора. Правда, в этом году заасфальтируют только участок от 51-го дома до Горьковского моста. В следующем, если позволит бюджет, приведут в порядок всю улицу. Если будет нормальный асфальт, то нормально, отлично. Мы все ждем как бы. Да она постоянно убитая была. Сколько вот я помню, всегда убитая была. И там еще лужи в конце собираются возле переезда. Если бы ливневку сделали, вообще бы замечательно было бы. Молодежная-2 в этом году станет последней отремонтированной дворовой дорогой. Всего по плану их было больше 30. Здесь заасфальтируют проезжую часть и место парковки. Мешают только припаркованные машины, жалуются рабочие. За этот год отремонтированы два участка на транспортной. В порядок привели улицы Головашкина и Дзержинского. На юбилейном проспекте появился тротуар. Сейчас его прокладывают на улице Победы. Проезжую часть отремонтируют еще и на Южной. Где-то на следующей неделе будет законченная работа по ремонту улицы Южной. Останется разметкой. В принципе, мы все, что планировали на этот год, и по дворам, и по дорогам общего пользования, мы закончили. На ремонт дорог в этом году потратили почти 100 миллионов рублей. В следующем выделить не меньше. При выборе адресов будут ориентироваться на обращение жителей.